Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать девятую главу этого Евангелия, которая начинается словами «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». До этого мы читали о том, как жители Гадаринской страны не приняли Христа, потому что у них погибло множество свиней, и они думали о своем бизнесе больше, чем о возможном спасении. Христос возвращается в свой город, имеется в виду Назарет, где он провел детство. Некоторые столкователи называют Капернаум, там тоже длительное время Христос жил в этом городе. И далее описывается «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот здесь мы видим, как по вере этих людей исцеляется человек, который, похоже, был расслаблен не только телом, но и душою. Это опять создается некий такой прецедент, предлагается нашему вниманию, когда по вере одних людей другие люди получают особое Божие благословение. Об этом очень важно помнить, когда мы выбираем крестных для наших детей, чтобы они были действительно верующими, эти крестные, и могли бы принести благословение нашим чадам. Присем, читаем далее, некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует, Иисус же, в виде помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите, худое в сердцах ваших». Вот здесь мы видим, что Христос точно Бог, потому что Он видит помышления их сердец. А в Писании говорится о том, что распознать, что в человеке, в его душе, может сам человек, дух человеческий и дух Божий. Даже дьявол не может проникнуть в наши мысли. А Христос, который здесь видит помышления их сердец, Он им так и говорит, «Для чего вы мыслите, худое в сердцах ваших», Он показывает, что Он не только истинный человек, но и истинный Бог. «Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий, но Он же и Сын Божий, имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И Он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. А действительно, разве человеки имеют эту власть от Бога прощать грехи? Да, когда Господь наш Иисус Христос по воскресенье из мертвых явился ученикам накануне своего вознесения на небо, Он, готовясь покинуть этот мир, эту уникальную, поистине божественную власть прощать грехи, оставляет на земле. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Он приветствует учеников словами «Мир вам», сказав это, дунул на них и сказал «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И мы, священники Церкви Божьей, сымаем грехи из других людей, отпускаем их грехи не силой своего благочестия, но в силу того поручения, которое Христос Божественной властью дает служителям Церкви. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. И мы должны прославлять Бога и благодарить Его, что в таинствах Церкви, среди таинств Церкви, мы имеем и таинство примирения, то есть таинство исповеди, благодаря которому мы можем иметь мир с Богом. И в 16 главе Евангелия от Матфея Христос говорит, что «свяжешь на земле, будет связано на небе», что «разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». Эти слова обращены были к апостолу Петру, а в 18 главе Он подтверждает, что этой властью обладают и другие апостолы, когда говорит нечто подобное, что «свяжете на земле», уже во множественном числе, то «будет связано на небесах», что «разрешите», то есть «вы на земле, будет разрешено на небесах». И далее рассказывается об обращении мытаря Матфея, того самого мытаря Матфея, который является автором этого Евангелия, который мы изучаем. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлины по имени Матфей, и говорит ему, следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. Надо сказать, что только евангелист Матфей говорит о себе, как о мытаре. А другие евангелисты, когда описывают события, связанные с Матфеем, они не говорят мытарь Матфей, они говорят «Левий Матфей» с уважением, вспоминая о его левицком происхождении. Потому что тогда быть мытарем означало быть коллаборационистом, потому что мытари собирали подойти не только на Иерусалимский храм, но и на римских оккупантов. Христос призывает этого мытаря, тот бросает свои деньги, оставляет свое ремесло и идет за Христом и становится одним из его апостолов. И далее как бы объясняется, почему такое может произойти. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегали с ним и с учениками его, потому что они узнали об обращении мытаря Матфея». Что значит «возлегали»? Тогда не было столов, не было стульев на востоке иудейском. В те времена люди стелили ковры, были такие подушки, пуфики, на которые они облокачивались. Собственно говоря, так же было и на Тайной Вечере. «Увидев то фарисеи, сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Наверное, каждый миссионер сталкивается с такой ревностью некоторых псевдоправославных, которые заражены вот этим фарисейским брезгливым отношением к чужим. «Зачем ты пошел к этим кришнаитам?» могут сказать православным миссионерам. «Зачем ты встречался с этим баптистом?» «Зачем ты разговаривал с этим пятидесятником?» «Зачем ты вообще имеешь какие-то отношения с этими людьми?» У них были галактические принципы у иудеев того времени, и один из них гласил, что иудеи с самарянами не сообщаются, а тем более с мытарями, коллаборационистами, предателями, с грешниками, но Сын Божий пришел в этот мир спасать именно таких людей. Иисус 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 услышав это, то, что фарисеи говорили ученикам, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками, Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». «Пойдите, научите, что, значит, милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Действительно, в своем первом пришествии Христос является в этот мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасать мир. Но в своем втором пришествии он действительно явится как судья, который посядет на престоле, и ангелы отделят злых от добрых и поставят одних справа от него, как верных овец, а других слева от него в день суда, как строптивых козлищ. Но в первом пришествии он приходит ко всем, он и призывает всех ко спасению, словами «Придите ко мне все». И далее тема о посте. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Когда православный христианин не может поститься? Когда Пасха? Когда царские врата раскрываются? И мы все в состоянии радости общения с Господом? И, конечно, когда Христос был вместе с ними, это была их Пасха, это было их апостолов, духовное ликование и торжество. Праздников праздник был для них каждый день общения с самим Богословом Христом Иисусом, Божественным Логосом. Но придут дни, когда отнимется у них жених. Сначала он был отнят от собрания апостолов на мучения, на страдания. Потом, когда происходит его вознесение на небо, и апостолы наблюдали, как облако взяло его из вида. С этого момента история церкви становится историей ожидания, и с этого момента мы все постимся, приготавляя свою душу в посте и молитве к встрече с Господом. Но когда особо праздничные дни, особенно пасхальные дни, ни один православный, конечно, уже пост не соблюдает, как бы Христос чудом своего воскресения опять возвращается к нам. Далее Христос как бы показывает нравственное состояние у тех людей, которые все время придирались к Нему. То им казалось, что Он не с теми общается, людьми, то им казалось, что Он не так строго воспитывает апостолов. Христос говорит, и никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. О чем это? О том, что когда мы приходим к Иисусу Христу, все свои предубеждения, связанные с прежней жизнью, мы должны оставлять за своими плечами. Как апостол Павел, который когда-то был очень ревностным иудеем, он потом писал, что ради преимущества, то есть ради превосходства во Христе, он все почел за ссор, за мусор, отказался от всего своего прошлого, чтобы без всяких предубеждений прийти ко Христу и последовать за Ним. И далее рассказывается о воскрешении дочери Иаира и исцелении женщины, страдавшей кровотечением. «Когда он говорил им сие, то есть притчу о старом и новом, подошел к нему некоторый начальник и кланяясь ему, говорил, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его». Этот человек был начальник синагоги, он принадлежал к иудейскому эстаблишменту, но вот у него была проблема с дочерью. И Христос идет в дом Иаира, начальника синагоги, но что происходит по дороге. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». А почему Матфея не написал, что она просто прикоснулась к нему? Чему нас может научить вот эта деталь, что она прикоснулась к краю одежды его? Где вообще в Библии говорится о том, какой был край одежды? Об этом говорится в Пятикнижее Моисея. А Христос прямо говорит о себе, я пришел не нарушить закон, но исполнить. А в законе Моисеевым сказано, что все мужчины должны иметь на краях своих одежд кисти, то, что у иудеев называется цицит, это белые нити, которые должны были напоминать иудею о заповедях Бога, которые он должен соблюдать. И в эти нити обязательно вшивали голубую нить, которая должна была свидетельствовать о небесном происхождении всех этих заповедей. эта женщина касается ритуальной части одежды Христа, цицит. А эти заповеди учат, что если женщина имеет осквернение, кровотечие, она не может касаться другого человека. Она вообще должна выдерживать карантин, сидеть дома, никуда не ходить. Но эта женщина устала. У ней было не цикличное выделение крови. А она 12 лет страдала от этого состояния. И в Евангелии от Луки сказано, что она издержала много из имения своего, обращаясь к разным врачам, и никто ей не помог. И, казалось бы, хотя по закону Божию она не имела права вообще прикоснуться к человеку, тем более к цицит, она это делает. Потому что измученная некой безысходностью, когда закон Божий обвиняет ее, она прибегает к божественной благодати. Как сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. «Прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе». То есть она прикасалась с определенным намерением. «Если только прикоснусь к одежде его выздоровею». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что она, может быть, догадывалась, почему Господь послал ей такое наказание. Но Христос, Иисус из Назарета, это праведник, который исполняет закон, и она думала, я только прикоснусь к его одежде, и я как бы приобщусь к его праведности, и исцеление может войти в мою жизнь. Она имела подобное рассуждение. «Выздоровею», говорит она, прикасаясь. «И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Она действует не по закону, она действует по вере, и по вере же она получает всецелое исцеление. И та болезнь, с которой она не могла справиться в течение 12 лет, оставляет ее. Теперь она может с другими женщинами приходить в Иерусалимский храм, заходить в синагоги, чтобы там слушать чтение закона Божия, пение псалмов и жить полноценной религиозной жизнью. Прикоснуться к Иисусу может и каждый из нас, если проявит веру и с молитвой обратиться к Господу, который силен очистить нас от всякой греховной скверны, проказы и нечистоты. Женщина с того часа стала здорова. И далее. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свиренщиков и народ смятения, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним». Что это были за свирельщики, что это за смятение было? Это были профессиональные плакальщики, плакальщики и плакальщицы и свирельщики, которые играли грустные мелодии, а плакальщицы и плакальщики на себе могли волосы рвать, это такой ритуал был, им за это доплачивали. А когда Христос говорит, «Она не умерла, она спит», они начали смеяться, как быстро их лицемерный плач, ритуальный плач сменяется хохотом. Но Господь говорит, чтобы их выслали. Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее, эту девицу, за руку, и девица встала. Христос произносит слова, у других евангелистов это говорится, «Тебе, говорю, девица, встань». Он действует, как Бог, проявив сострадание, как человек, который услышал о проблемах этой семьи. Вот в нем истинное человечество, истинное божество, они проявляются иногда даже в единодушии, когда божественная любовь изливается в согласие с его человеческими чувствами. Например, мы знаем, что когда он узнал о том, что Лазарь умер, он даже заплакал, хотя он знал, что он силен воскресить его. Поистине чтение Евангелия – это то, что дает нам познание о Христе. А познание о Христе меняет нашу жизнь, потому что смысл спасения в православном понимании – это уподобление Христу. Ибо когда нас крестят, Церковь провозглашает «во Христа крестившееся, во Христа облекитесь». И разнесся слух о сем, то есть об исцелении этой девицы по всей земле той. Далее. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Почему они так кричали «Ишуа бен Давид, Иисус, сын Давидов». В народе ходила молва, что Иисус из Назарета, да, он из семьи Плотника, Иосифа, но они древнего царского происхождения. И тем более, что все евреи ожидали Мессию Христа именно из дома царя Давида. Также будут приветствовать Христа, когда он будет входить в Иерусалим, сидя на осляте. «Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, которые всю дорогу кричали, и говорит им Иисус «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему «Ей, Господи». Сразу возникает вопрос, а почему Христос не сразу исцелил их, когда они по улице шли и кричали «Ишуа бен Давид, Ишуа бен Давид, Иисус, сын Давидов». «Помилуй нас». Христос не творит чудесных действий на показ. Он не ищет человеческой славы. Все, что он делает, он делает во имя Отца Своего. Он и пришел в этот мир во имя Отца Своего Небесного, научая и нас самих все доброе, что мы делаем, делать во имя Божие. И когда эти слепые исповедуют, что они верят, «Ей, Господи», отвечают они на его вопрошание, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Далее тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не знал». Они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Почему Христос проявляет строгость, запрещая им об этом рассказывать? По той же причине он ищет славы только для Отца Небесного. И далее, «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого». То есть не просто немой, еще и бесноватый. «И когда бес был изгнан, немой стал говорить». Собственно говоря, в духовном смысле немой – это тот, кто не молится. Почему? Потому что без неверия, без атеизма пребывает его сердце. А когда Господь Христос силой благодати этого беса неверия изгоняет из сердца человека, человек перестает быть немым и начинает говорить пред Богом, петь пред Богом, восхваляя Его в словах молитвы. «И народ удивился, говоря, никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силы князя Бесовского. Вот эти бесконечные придирки ко Христу, которые мы видим только вот в этой голове, это та реальность, в которой живет каждый христианин. Ибо в Писании сказано, желающие жить благочестиво будут гонимы. Слышите, братья и сестры? Не живущие благочестиво, а желающие жить благочестиво будут гонимы. А если будут жить благочестиво, могут и убить. И далее мы читаем. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия». Проповедь о Евангелии Царствия — это проповедь о том, что принципы теократии однажды воцарятся на земле так же, как они воцарились на небесах. Когда мятежные ангелы были сброшены в пространство между небом и землею, и принципы теократии всецело завладели небом. Главная тема всех притч Христа — это именно теократическое царство Бога. «Проповедуя Евангелие Царствия, ходил Христос, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть он врачует и души, и телеса. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало, и так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Действительно, и в современных обстоятельствах нашей Родины жатвы-то много, людей, ищущих смысл жизни, много, но мало пастырей, которые могут проповедовать не свои какие-то философские измышления, а именно от Слову Божие нести людям наставления. И в следующей главе, о которой мы будем говорить в следующий раз, рассказывается о том, как Христос призывает на жатву своих апостолов, учеников, и какие правила апостольского служения он им дает. Но об этом после.